В избежание паники сейчас появилось много разоблачителей, которые пытаются сказать, что Момо это шутка, Момо это бот, Момо это статуя, да, еще и кот-бегемот. Но на самом деле все это вещи очень серьезные, и помимо одной девочки в Аргентине погибли еще три ребенка. Почему-то об этом не говорят и не пишут, но я вам говорю сейчас правду, как есть. Вот, например, аргентинская полиция подтвердила уже связь телефона девочки с Момо эти. Но, пожалуйста, вот вам еще другой случай. В Бразилии, это было до Аргентины, почему-то об этом не говорят, это скрывают, я не знаю почему. В Бразилии это был случай, тоже там погибла девушка в связи с этим всем, с этой ситуацией всей этой. Был случай другой недавно, 13 августа, в Эквадоре, в Эквадоре, в Эсмеральдос погиб тоже мальчик. И там была целая группа этого Момо, которая блокировала все и угрожала всем. Это все выяснилось. Поэтому, поэтому, я вам сейчас просто показываю правду, вам всей правды не говорят. Вот, пожалуйста, видео Дросса, Дросс Родзан, это знаменитый мексиканский ютубер. Он рассматривает, он рассматривает этот случай, самый первый случай в Фейсбуке, и приводит фотографии, которые этот Момо присылал. Он говорит, что эти фотографии были взяты из Deep Web, и что эти фотографии настолько жуткие, там, убийства людей, что их даже просто показать невозможно. И что еще опасно в этих фотографиях, что они криминального характера, они взяты из Deep Web, из глубинной хакерской этой сети. Я загрузил одно видео 28 июля, Момо, проклятый номер WhatsApp, позвонит, предупреждение. Набрало 20 тысяч просмотров в Ютубе. Я говорил о том, что изображение это будет провоцировать негативные события в жизни тех, кто ему звонит или как-то с ним связывается. Ютубер за гранью отмечает в своем видео, что происходили странные вещи. После того, как он связался с этими изображениями, делал пранки. Я сейчас покажу его слова. Вот Ник Александров, блогер канала «За гранью», пишет. После пранка с девушкой начался хаос, начали поступать угрозы. 13 августа я загрузил одно видео. Своё видео. Номер Момо был предсказан в фильме ужасов. Я снимал мистическую документалку в 2016 году, где все эти явления были предсказаны. И была предсказана комбинация от этого номера японского 813. Во время съемок происходили совпадения мистические, такие жуткие и опасные довольно мистические совпадения. Поэтому, что я хочу сказать, это серьезные вещи. И недооценивать или троллить их не нужно. Конечно, не стоит этого бояться. Я пишу, что людям крещеным этого бояться не нужно, но не стоит и недооценивать. Теперь я привожу все ссылки на все источники под этим видео, а также ссылку на свое видео тоже. Пожалуйста, посмотрите. Эту информацию такую вам вряд ли кто расскажет в ютубе еще. С вами был Андрей Гиперборей. До встречи.